Милицейская машина стремительно врывается во двор по улице Чапаева. Проблесковые маячки и сирена всё говорит о том, что вызов экстренный, счёт идёт на минуты. Это на самом деле так. От скорости и правильности действий сотрудников Ленинского отдела Департамента охраны в тот момент зависела жизнь человека. 22 августа в 7 часов 40 минут в дежурную часть Ленинского отдела Департамента охраны поступил звонок от жительницы города Бреста, активно пользующаяся нашими услугами, предоставленными охранами. В ходе звонка она пояснила, что ей стало плохо, она потеряла сознание, упала, очнулась, не может подняться и совершила звонок только в подразделении Департамента охраны. Старший инспектор дежурной оперативной дежурной службы Ленинского отдела охраны немедленно направил к месту происшествия наряд группы задержания, одновременно вызвал бригаду скорой медицинской помощи. В 7 часов 44 минуты наряд прибыл к месту происшествия, открыл входную дверь ключами с данными на хранение в дежурную часть Ленинского отдела охраны и совместно с бригадой скорой медицинской помощи оказал первочинные действия на месте происшествия. Сегодня, когда опасность для жизни и здоровья брещанки Ирина Наурская миновала, представители Департамента охраны пришли проведать женщину и справиться о ее самочувствии. «Как вас это вообще? Как вы себя чувствуете? Спасибо большое. Ну, вроде неплохо. Ну, одни уже лучше, да». Теплый прием – это свидетельство доверия и благодарности своим спасителям за помощь. «Встала, подошла на кухню, к плите, ну, как обычно, там что-то подготовить, и потеряла сознание. Потеряла сознание и упала. Упала и не знаю, сколько я пролежала. Не знаю, не могу сказать. Но когда я очнулась, я поняла, что я одна в квартире и не знаю, что мне дальше делать. По идее, у меня сразу пришла мысль, что я должна вызвать скорую помощь. Но у меня сразу мысль пришла другая. А как меня откроет скорая помощь? У них ключей нет. И как они меня будут вызволять? Тоже вопрос большой. Здесь я вспомнила про нашу вневедомственную охрану. Мы квартиру сдаем на охрану. У женщины все еще не было сил подняться, но она дотянулась до мобильного телефона и набрала номер дежурного. «Он тут же прям среагировал. Взяли ключи, открыли меня, пришли, посмотрели. Да, я лежу. Ну, конечно, помощь как? Не знаю, можно вставать, не знаю, нельзя вставать. Может, что-то и поломано. Поэтому, конечно, только скорая помощь могла решить вопрос. Но они находились всегда рядом. И приехала бригада скорой помощи. Естественно, тут уже попытались меня поднять, конечно, и меня уже скорая помощь осматривала. Так что спасла меня вневедомственная охрана». Сотрудники департамента охраны тоже довольны, что удалось помочь человеку. «Я считаю, что удалось помочь данной гражданке благодаря слаженным действиям коллектива нашего совместного дежурной части. Вовремя позвонила гражданка в дежурную часть. Удалось уведомить. И оперативно выдвинулись на данный адрес». «В данной ситуации самое главное, я считаю, что это помочь человеку, потому что жизнь и здоровье человека – это самое важное. Ну и благодаря оперативным действиям у нас получилось». Никогда не знаешь, где может ждать опасность. Но главное, что благодаря неравнодушию и отличной работе профессионалов у этой истории счастливый финал.